Здравствуйте, в эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Надежда Соловьёва, директор Центра здоровья доктор Преображенский. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и вот в первую очередь, наверное, расскажите нашим телезрителям, что представляет из себя Центр здоровья доктор Преображенский и чем конкретно занимается? Ну, я думаю, многие телезрители уже наслышаны о том, что наш Центр занимается снижением веса, это основной вид деятельности. И основная задача, чтобы человек научился не просто грамотно снижать вес, но и в дальнейшем его сохранять и поддерживать, потому что просто снизить, есть разные варианты, просто снизить вес, а удержать его, конечно, сложно. И для этого наши специалисты работают не только над рационом, но используют порядка 25 физиологически грамотных техник, которые позволяют научиться грамотно питаться и научиться понимать, почему и как я ем, не заедать эмоции лишний раз и менять свои стереотипы поведения, привычки в питании. А, то есть вы подходите к клиентам со всех сторон, да, и с психологической, и с физиологической? Абсолютно верно, и с психологической, и с физиологической. И регулярно проводим диагностику в процессе снижения веса, потому что нам важно видеть, что весы ходят безопасно для здоровья, и отслеживаем количество жировой, мышечной массы, жидкости в организме, и в каком состоянии обменные процессы находятся. Это для нас тоже очень важно. А вот сколько по продолжительности обычно длится курс, да, как это называется? Основная программа снижения веса у нас проходит 3 дня подряд по 4,5 часа. Предварительно всегда проходит бесплатная первичная консультация, потому что важно знать, сумеем ли мы помочь человеку. Не каждого человека берем на программу снижения веса, есть некоторые противопоказания. И уже в процессе снижения веса идет полугодовая поддержка. Это регулярные встречи со специалистом, диагностики. Это консультации мастер-спорта, волеолога, реабилитолога. Для того, чтобы равномерно нагрузка на позвоночник в процессе снижения веса распределялась. Очень много жировой массы, когда находится, и когда она уходит, нагрузка на позвоночник возрастает. Вот чтобы снять эту нагрузку, подбирается грамотный комплекс упражнений, корректируется фигура за счет занятий бодифлексом. Это аэробное дыхание, которое позволяет не только нормализовать состояние здоровья человека за счет насыщения кислородом, но и убрать именно проблемные зоны. Ведь как правильно? Когда человек снижает вес, у него уходит не то, что нужно, а уходит сперва лицо, ключицы, а проблемные зоны всегда остаются. За счет занятий бодифлекса, получается, уходит именно проблемная зона. Идет работа с целлюлитом, работа идет на подтяжку кожи. Это тоже очень важно в процессе снижения веса. Ну и если разнообразие физических нагрузок работает только с телом, то бодифлекс еще работает с мышцами лица. То есть и мимические морщины, и подтягивается кожа. И заниматься можно в любом возрасте, и времени это много не занимает. А вот я так полагаю, вы говорите, что подтяжка, отцеллюлит, массаж тоже присутствует, наверное, да? Да, уходовые процедуры существуют, и это больше для красоты, для поддержания тонуса кожи, обертывание проводится, расслабляющий массаж, лимфодренажный для того, чтобы вывести избыточную отечность из организма. Потому что важно женщине, это большее количество именно женщин приходит к нам в центр, важно выглядеть красиво. И когда в процессе снижения веса человек видит, что у него повисает кожа или что-то выходит из-под контроля, он, конечно, пугается и перестает снижать вес. Потому что страшно, что будет дальше. И вот чтобы таких моментов не происходило, в центре постоянно находятся специалисты, к которым можно обратиться на консультацию и уже, исходя из состояния здоровья, получить рекомендации. Вот основная категория, как вы сказали, женщины, да? Мужчины обращаются, тем не менее? Да, мужчины обращаются. Но это, как правило, уже когда по состоянию здоровья назначили врачи снижать вес. Очень большая нагрузка и на суставы идет у многих. Приходит мужчина, которым необходимо операционное уже вмешательство, то есть на забедренные или коленные суставы. И основное из показаний врачей – это снижение веса, потому что иначе суставы просто не выдержит. Поэтому очень важно, чтобы человек, имея огромный вес, не нес избыточную, чтобы человек, имея огромный вес, не нес избыточную нагрузку на свой организм, своевременно укреплять мышцы. И тогда нагрузка на суставы тоже будет меньше гораздо. То есть у нас еще многие не понимают, что лишний вес – это не только некрасиво, но еще и опасно для здоровья. Абсолютно верно. И в первую очередь страдает сердце, потому что, как правило, у мужчин это абдоминальное ожирение, то есть это большой живот и руки большие, плечи. Получается, что сердце вынуждено качать больше объем крови. Оно у нас одно, увеличивается в размерах. Отсюда и гипертония у многих людей, которые имеют избыточный вес. Сахарный диабет, потому что избыточный вес приводит также к таким осложнениям. Очень важно все это не довести, скажем так, до такого предела, а своевременно обратиться за помощью, когда еще организму легко снижать вес и в дальнейшем поддерживать. А вот, кстати, часто, чаще именно доводят уже до предела, после чего обращаются? Или все-таки вовремя? Не всегда. Бывают и абсолютно стройные люди, которые набрали буквально 5-6 килограмм, но они всегда были в таком весе, им привычно жить с небольшим весом, и любой избыточный вес приводит их в шоковое состояние, и они не хотят с ними жить, мириться с этими килограммами, приходят сразу с ними работать. Конечно, чаще обращаются пациенты, у которых уже нагрузка на состояние здоровья идет из-за их веса, и эта возрастная категория больше от 45 до 60 лет, то есть когда уже само по себе состояние здоровья не такое, как у молодых, ну и присутствуют уже сопутствующие заболевания. А бывает такое, что вот очень худенькие, например, девушки, да, которые все время худеют, 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 обращаются когда-нибудь? Да, обращаются, когда видят, как подруги, едят все подряд, и при этом снижают вес. Они говорят, мы тоже так хотим, не стязать себя диетами, а научиться грамотно использовать все продукты. И поддерживать свою форму в более, скажем, прекрасном состоянии, потому что когда человек себе запрещает что-то есть, у него изможденное состояние, такой серый болезненный цвет лица, и это тоже не очень хорошо. Поэтому очень худенькие тоже приходят. Но мы корректируем просто с ними рацион, и уже на программу снижения веса нет смысла идти. Здесь больше именно психологическая работа на то, чтобы человек не боялся продуктов, не боялся их есть, своевременно их использовал. В течение дня понимал, когда действительно голод наступил, и поддерживал свою прекрасную форму. То есть если я приду, вы сможете меня психологически отводить от булочек, да? Абсолютно верно, потому что психология, она такая вещь очень объемная, и кажется, что такого быть не может. Но ведь пищеголизм, он так же, как и наркомания, алкоголизм, это пищевая привычка, когда человек использует продукты не по назначению. Это основная работа психоаналитиков, психологов центра для того, чтобы человек научился вот эти зависимые состояния, понимать, откуда они берутся. Может быть, это с раннего детского возраста, может быть, это связано с нашим эмоциональным состоянием на рабочем месте или в семье какие-то неурядицы. И поэтому кажется, что проблема избыточного веса только в том, что я неправильно ем, а на самом деле это именно окружающие нас ситуации, которые к этому могут привести, и психологи с ними работают. То есть в первую очередь мы, наверное, заедаем неприятности какие-то, да? Усталость. Самое распространенное – это усталость, когда человек в течение дня, сейчас ритм очень активный, бегает, 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 нет возможности даже вздохнуть, подумать о себе, и когда приходит, то нет сил готовить чего-то, и поэтому сметается с холодильника или со стола буквально всё, что попадает под руку. Но, как правило, это не очень полезная пища, поэтому человек ещё больше от этого вес набирает. Спасибо вам, Надежда. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня была Надежда Соловьёва, директор Центра здоровья, доктор Преображенский. Это программа «Семь минут». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова